Видно, вот это потаяние, собралось большие сугробы, и вдруг вот это все рухнуло. И снег, и вот эти вот трубы, сено, балкон. Хорошо, вот никого не было на балконе. Дом номер 4 на проезде Грибоедова выглядит, как после бомбежки. Металлическая конструкция, которая должна задерживать снег и помогать следить за безопасностью, вырвана практически с корнем. Причина оттепель. По металлической крыше снег начал скатываться вниз огромными кусками. Навес льда был снизу, вот уже после крыши, где-то сантиметров на 40-50. Все это висело. Потом первая упала железяка тут, с этой стороны. А сегодня утром уже там. Выйти из подъезда без риска для жизни нельзя. Над головой висят куски металла. Выйти на балкон тоже. В любой момент может сойти снежная лавина. Она уже уничтожила часть придомовых скульптур. Среди людей пострадавших нет. Однако в доме 4 маленьких ребенка. Как с ними гулять, непонятно. По словам жильцов, в управляющую компанию они позвонили еще в воскресенье. Оставили заявку в МЧС. Но каких-либо действий до сих пор не дождались. Страшно то, что в крыше остаются дырки. Это же на саморезах было вкручено эти вот держатели. И теперь у нас крыша новая, но она дырявая. Наша старая крыша простояла под шифером 65 лет. Ни разу ее не меняли. И она бы еще бы 65 простояла. Похожая ситуация произошла в доме номер 11 на улице Циолковского. Один из самых оживленных участков города. С той стороны детская поликлиника номер 2. С другой остановка общественного транспорта и аптека. Однако при походе с лекарствами могут понадобиться и новые медикаменты. Здесь обрушилась часть фасада. Куски лепнины летели с высоты четвертого этажа. К счастью, пострадавших нет. Однако, по словам местных жителей, около трех лет назад в доме проводили капитальный ремонт. Занимались именно фасадом. Укрепляли украшения. Поэтому об угрозе никто не думал. Сосульки висят, это одно. А когда падает вот такая часть дома, то приходится обходить подальше, чтобы не зашибло. Во-первых, скользко. Во-вторых, обходим сколько... Очень страшно, если честно. И сосульки падают, и уже лепнина падает. В других уголках города крыши держатся, но налить сходят. Известно о двух пострадавших. Одного ото льда спас козырек, а вот женщине сосульку ударило по спине. Инцидентами заинтересовался следственный комитет. Идут доследственные проверки. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город».